Я приветствую всех, кто только что присоединился к нам. Добрый вечер. Мы начинаем свою работу в прямом эфире и сегодня у нас в студии в гостях человек с очень сложной в произношении должностью, поэтому я прочитаю старший оперуполномоченный 2-го отделения отдела вневедомственного взаимодействия в сфере профилактики управления за оборотом наркотиков, главным управлением ВД России по Московской области Любовь Бутерлина. Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Правильно все сказала, да? Очень сложная должность и работа у вас тоже очень сложная. Правда? Ну, конечно. Потому что на самом деле, я думаю, что вы занимаетесь одной из самых важных проблем такой социальной сферы, да, потому что касается фактически, наверное, ну не каждого человека, да, но фактически, ну каждый как-то где-то это слышал, с этим немножко знаком, да. И я думаю, что мы, наверное, начнем с вами с той работы, которая предугадывает, вот может быть предусматривает профилактической работы. Потому что я думаю, что без этого, наверное, было бы вообще сложно вести борьбу с наркотиками. Совершенно верно. Какая работа профилактическая ведется у вас? На чем она основана? Какие главные ее критерии? Профилактическая работа у нас ведется в основном в школах, потому что наркотики предлагают прежде всего нашим подросткам и нашим школьникам. Как правило, этот возраст начинается примерно с седьмого класса, но уже до одиннадцатого. И поэтому мы приходим в школу, мы рассказываем о том, что происходит с организмом человека, когда он употребляет наркотики. Рассказываем прежде всего про ответственность, потому что так или иначе за все действия с наркотическими средствами без назначения врача происходит ответственность. Рано или поздно придется отвечать. И все должны знать об этом, не только о том, какой вред наносят наркотики, но прежде всего и об ответственности. И также рассказываем про нашу работу, потому что, возможно, какие-то ребята потом захотят связать свою дальнейшую судьбу с правоохранительными органами, которые будут помогать нам в этой борьбе. И вот, чтобы рассказать. А вот когда приходите в школу, вы говорите с седьмого класса, есть разница в восприятии, в отдаче между теми, кто младше и теми, кто уже, допустим, лет 16-17 старшеклассники? Есть. Конечно, чем подросток меньше, то есть примерно это с седьмого класса, они более открыты. Они еще не знакомы с этим в большей степени, и поэтому они охотно ведут диалог, они активно спрашивают, потому что им интересно знать, и они уже заранее, с такого вот маленького возраста, они формируют непринятие именно этого. А постарше, они уже более закрытые, они уже боятся как бы вести с нами диалог, они стараются как-то лишний раз не спросить, там, отвлекаются на телефон, поэтому как бы мы более благодарные слушатели, конечно, это такой маленький возраст, это вот седьмой класс. Лишний раз не спросить, но все-таки задают вопросы, да? Какого характера эти вопросы? Ну, самый любимый вопрос, наверное, у всех школьников, куда вы деваете то, что изымаете? Вот тоже, мне это интересно, как это, куда это девается? Ну, естественно, это все уничтожается, все это описывается, создается комиссия, все это уничтожается, потому что это незаконно, это наносит вред, и поэтому подлежит дальнейшему уничтожению. А возраст, как вы уже начали говорить об этом, тех людей, которые впервые пробуют наркотик, совсем юные, да, в основном, вообще, это же болезнь молодых, да? Ну, да, в наше время наркомания все молодеет и молодеет, и если раньше первые случаи были уже медициной доказаны, что подростки начинали употреблять примерно с 12 лет, то в наше время это уже 10 лет. Потому что подростки не знают о том действии, которое оказывает наркотические средства или психотропные вещества на организм человека, потому что те люди, которые им предлагают, которые хотят заработать на этом денег, они же хотят на самом деле только зла, вот, и они, естественно, им преподносят какие-то сказки и мифы о том, что это легкие наркотики, о том, что ничего не будет. На самом деле все очень страшно, и это огромная беда для нашего человечества. Наверное, говорят о том, что это вообще не наркотик, и вообще это легко. А сейчас вот с каждым годом ведь появляются какие-то новые, да, виды вот этих вот веществ. Появляются, конечно. Как-то об этом говорите, вот, как-то познакомите, ну, что они же должны, дети, да, например, в тех же школах, понимать, что это не легко и не просто. Да, в наше время, конечно, все не стоит на месте, все развивается, и медицина, и химия, и физика, и сейчас уже это можно замаскировать подо все, что угодно. И самое главное о том, что мы говорим детям, что если не они купили какой-то продукт, пусть это даже какой-то напиток, там, пепси, кола, или там какая-то жвачка, шоколадка, то есть если не ребенок сам это купил и не сам открыл, а ему предлагают, то всегда лучше отказаться, потому что неизвестно, что еще может там оказаться. Людмила Сергеевна, а вы вот в общении со школьниками, ну, наверное, как-то своим профессиональным уже цепким взглядом можете отличить вот среди них тех, кто уже вот испробовал этот яд? Ну, конечно, таких подростков видно, но их очень и очень мало, что, конечно, радует, вот, но все же есть такие дети. Как правило, ведь они же из благополучных семей. Нет, не совсем, нет, это необязательно. Необязательно. Да. Наркомания может затронуть как и богатую семью, так и бедную. И здесь совсем не показатель какой-то достаток. А вот если вот, например, ну, я мама, да, у меня тоже дети, не дай бог, конечно, но вообще как родителям какой-то первый звоночек, как вот опознать, что ребенок начинает уходить вот из-под контроля и может быть уже что-то попробовать? Когда он перестает с вами разговаривать, когда он перестает с вами делиться, когда появляются какие-то секретные друзья, и когда вы, допустим, попросите, ну, естественно, вы захотите знать именно этих друзей, с которыми он общается. И когда он вас не познакомит, то вот это уже первый звоночек. И также хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они все-таки слушали своих детей, потому что, как правило, употребление наркотиков начинается именно с какой-то беды, которая подростку кажется на самом деле какой-то страшной, а на самом деле это окажется пустяк. И слушать, разговаривать с ребенком, ну и также все-таки обращать внимание на то, все теперь у нас пользователи социальных сетей. И аккуратно все-таки, но просматривать, чем интересуется ребенок, в какое время, как он отвечает своим сверстникам, потому что, возможно, это тоже в социальных сетях какие-то появляются друзья. В общем, опасность может прийти откуда угодно. Понятно. Я думаю, что вообще вот в этой борьбе с этим злом, наверное, все способы хороши, как говорится. В том числе, наверное, и бдительность граждан. Вот как граждане могут помочь, просто простые жители, вот, например, выявление каких-то людей, да, которые употребляют, которые продают. Как какая-то работа вот такая ведется, взаимосвязь? Ну, прежде всего, если гражданину известно о том, что кто-то употребляет, распространяет наркотики, то лучше всего обратиться к нам в дежурную часть, вот, либо по телефону доверия. Телефон дежурной части 495, это код города, 629-78-91, либо код города также 495-609-49-52, либо по телефону доверия, код города тот же самый 495-692-70-66. Активно ли вообще граждане в этом отношении? Как вот, звонки такие часто на эти телефоны, или они все-таки молчат в основном? Ну, не то, что часто, и не то, что молчат. Звонки есть, граждане обращаются, бывают также анонимные сообщения, которые мы также проверяем, и также пытаемся дать ответ, потому что бывает просто указан электронный адрес, также можно обратиться. Но анонимность здесь как бы разрешена, да? Да. Можно. Но тем не менее, факт обращения должен быть проверен, вот, и, то есть, на именно вот эту вот заявку пойдет ответ. А вообще, насколько вот в настоящее время серьезна ответственность тех людей, которые, там, и административная, и уголовная, как вообще наказывается, например, употребление, там, или хранение? Ну, в любом случае, даже за употребление идет административная ответственность. То же самое, как и хранение, а также распространение. Административная ответственность у нас идет в основном по статьям 6.9 и 20.20. Это примерно штраф административный от 4 до 5 тысяч рублей и административный арест до 15 суток. Ну, а уголовная ответственность, опять же, все зависит от состава преступления, там, от 2-3 лет, ну, и до 15. Лишение свободы. Вот я знаю, что наш Ленинский район, он считается, что он имеет удобное расположение, да, для наркотрафика. Это так вообще? Да. Близость к Москве, близость к Домодедову, потому что в основном стараются привезти либо из Москвы, либо из Домодедова. Это аэропорт все-таки. И пытаются, конечно, это сделать в основном граждане иностранных государств, которые... Ближнего зарубежья, я так понимаю, примерно, да? Да. Они незаконно пересекают границу и также незаконно пытаются провести, сокрывая это все, ну, в каких-то вещах. Для них вот эта ответственность, она такая же, как и для граждан Российской Федерации. Да. На самом деле вообще сложно, например, доказать, что вот это, они этим занимаются, это все должно иметь доказательства. Или факт того, что это есть в наличии, да, это уже как доказательство, да? Да. Ну, потому что если человек задержан, то есть не получается же такого задержания, которое вот именно... Подкинули, подбросили. Да. Но это только так в кино бывает. На самом деле это уже ведется разработка. На самом деле, вы знаете, мы тоже свидетели такого видео, у нас есть такое видео в нашем архиве. И буквально в этом году присылано было от вас. Любой, наверное, садовод может позавидовать, потому что такие плантации, которые выращивают у нас, здесь, да, недалеко от нас, они просто вот, ну, честно говоря, удивляют. Давайте посмотрим. У нас есть небольшой материал, просто там оперативная съемка, и мы можем посмотреть, каких размеров достигает вот этот бизнес на небольшом участке. Давайте. В ходе осмотра лаборатории наркополицейские обнаружили 37 килограммов марихуаны. Готовая продукция распространялась в ближайших городах Московской области и в Москве. Доставку осуществлял неработающий гражданин Российской Федерации, который был задержан в тот же день. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела и избрания меры пресечения. Продолжаем наш эфир. Любовь Сергеевна, вот во второй части я бы хотела поговорить о месячнике антинаркотическом, который объявил губернатор. Скажите, пожалуйста, вот этот месячник как у нас проходит? Это традиционно в сентябре или нет? Как это вообще проходит? Ну, это нетрадиционно в сентябре. Но, тем не менее, каждый год он проводится, потому что наркомания — это беда, которая с каждым годом растет. И поэтому наш губернатор объявляет вот такой вот месячник, когда мы все вместе с различными службами ходим и разговариваем с подростками. Также проходят спортивные мероприятия, патриотические мероприятия, где мы призываем, прежде всего, подростков вести здоровый образ жизни, отказаться от неправильного образа жизни, заниматься самообразованием и саморазвитием. Вот мы сейчас вот это видео посмотрели, мы его не прокомментировали, как бы я специально это сделала, потому что вот эта работа вот такая, когда вы находите это тоже, об этом не забывается вот в этот месяц? То есть тоже такая работа ведется, продолжается? Нет, не забывается. Как правило, вот такие вот оперативно-профилактические операции, они проходят в определенное время года, когда вырастают вот эти вот растения, и, естественно, не забываем, нет. А вот как они вообще, ну не знаю, может, это, конечно, тайна ваша, но вообще, насколько сложно вот обнаружить вот это все, такие огороды? Ну, как правило, помогают и местные жители, возможно, какие-то наши разработки. Вот, кстати, я смотрела тут законы, и один из законов, как статья, одна статья, она говорит о том, что непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в общем-то, наказываются. И, честно говоря, вот я даже не очень, ну, видимо, плохой ботаник, но я не очень хорошо представляю даже, как они выглядят. И я думаю, что основная масса людей также, она не представляет, как выглядят какие-то вот эти вот растения, да, которые причисляют к этой категории опасных, да, но все-таки ведь незнание закона получается... Не освобождает от ответственности. А что же тогда делать, изучать растения, ботанику? Ну, вы же знаете, что, допустим, у вас на огороде там растет ромашка, там, роза, помидоры, огурцы, ну, и когда вот вырастает какое-то вдруг растение, то желательно поинтересоваться. А какие это растения конкретно, можно сказать, что это за растения? Марихуана, конопля, дикорастущий мак. Они сами по себе не растут, да? Их обязательно надо сеять или как? Вот почему вот именно ответственность, вот выросло оно растение, то есть оно все-таки может само по себе вырасти? Оно само по себе вырасти, как правило, не может. То есть это как бы те, кто этим занимается, они, конечно, знают, да? Скажите, пожалуйста, а вот какая это ответственность-то, что он за это будет, если, например, вот, ну, я не обратила внимания, что у меня там растет этот мак. Не тот мак, который мы любим в пищу употреблять, а такой мак. Ну, это административная ответственность, это штраф. Ну, все зависит от того, опять же, сколько у вас там растений выросло. Ну, а вообще вот если перейти к тому, что все-таки те, кто этим специально занимается, как часто такие случаи выявляются и в каких масштабах, может быть, можно сказать? Случаи это именно культивирование растений? Очень редко. В основном сейчас это синдетические вещества, это вот химия. То есть потихоньку уходит в небытие? Да. Уже не современное. Именно культивирование этих растений, да. Понятно. Мы немножко так прыгаем с темы на тему, и я возвращаюсь снова к месячнику. Дело в том, что в рамках вот этого месячника в Центре медицинской профилактики прошла горячая линия по борьбе с наркоманией. И каждый, кому нужна была консультация или какая-то помощь, могли позвонить и получить необходимую информацию. Телефоны находились заведующие наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Ольга Запольнова и главный врач Центра медицинской профилактики Лидия Козлова. Мы тоже поприсутствовали некоторое время на этой линии и сняли небольшой сюжет. Давайте мы его посмотрим, а потом поговорим подробнее. За три часа на горячую линию поступило 11 звонков. В основном обращаются родственники наркозависимых. Также родители школьников интересуются подробностями предстоящего тестирования своих детей-подростков. В основном вопросы касались лечения, профилактики наркологических заболеваний. Куда можно обратиться за наркологической помощью? Какими возможностями мы сейчас обладаем для лечения наркологических больных? Про наркоманию говорят болезнь молодых. Уже в 12-13 летнем возрасте подростки начинают пробовать наркотики или другие вещества, близкие по эффекту. По мнению Ольги Запольнова, горячая линия – это одна из наиболее действенных мер в борьбе с наркотической зависимостью. После проведения каждой горячей линии на наркологические темы, у нас население очень активно посещает нарколога с профилактической целью, задается масса вопросов. Проявляется интерес не только к употреблению, но уже и к лечению, к профилактике наркологических болезней. Подобные горячие линии проводятся несколько раз в год и посвящаются не только борьбе с наркоманией, но и другим жизненно важным вопросам. Третий телеканал. Что это такое? Такая неизвестность. Что это за тестирование? Как оно проходит? Для какого возраста? И какие правила? Тестирование, на самом деле, я считаю, это очень нужное, потому что оно позволяет выявить, как на начальном этапе тех подростков, которые могли бы начать употребление наркотиков, которые ведомые, либо показывает именно тех подростков, которые уже начали употребление. В любом случае, бояться этого не следует, потому что это все анонимно. Если выявляются случаи такие, что подросток употребляет наркотики, то с ним начинается индивидуальная работа, чтобы помочь ему, потому что лучше предотвратить это на начальном этапе, как-то что-то помочь ребенку, чем потом, впоследствии, это очень большие проблемы. А само тестирование, что оно под собой подразумевает? Это что, это письменное или какие-то анализы? Что это такое? Ну, сначала это первый этап, это письменная часть, там, где подростки отвечают на вопросы. А второй этап, это уже анализы. Я так понимаю, что до какого-то возраста родители соглашение, согласие дают, а после какого-то возраста дети уже сами могут принять решение, участвовать им в тестировании. Но это в любом случае добровольно, да? Да. У нас в районе это когда-нибудь проходило? Да, проходило, конечно. Результаты. Вот как бы есть этого тестирования? Насколько они хороши или наоборот? Ну, в Ленинском районе с результатами этого тестирования все в порядке. Наверное, потому что вот эта профилактическая работа, с которой мы начинали, да, она ведется действительно не только в рамках месячника, наверное, круглый год, а во время месячника, наверное, особо. Вот сейчас какие мероприятия у вас еще проходят? Да, совершенно верно. У нас работа проходит не именно во время месячника, а также непосредственно весь круглый год мы общаемся с ребятами. Вот, допустим, даже еще до 1 сентября, до начала этого месячника, у нас состоялась первая профилактическая беседа в этом, так скажем, учебном году. В военно-патриотическом клубе «Застава» вот с ребятами. Впоследствии у нас уже прошли профилактические беседы в школах номер 6, 7. 3 сентября мы принимали участие сотрудники наркоконтроля в военно-патриотической игре при поддержке Видновского станичного казачьего общества «Застава в ружье». Там, где участвовали молодежные объединения, молодежные клубы, ребята соревновались. Вот, победили лучшие. Также у нас работа еще не прекращается. До конца месяца, то есть до окончания месячника, мы еще посетим колледж в Москве. И еще несколько школ. Ну, это вот как раз те дети, которые в основном чем-то заняты, ведь правда? И, может быть, как раз для них все это менее опасно. А вот те, которые не заняты, с ними какая-то работа ведется, вообще как-то ходите вы по каким-то, ну, просто по улицам, видите детей, разговариваете с ними или как-то еще. Проходите с теми именно детьми, которые не задействованы вот в таких секциях, ну, например, «Застава», «Клуб заставы». Ну, разве скажешь, что там что-то такое может случиться? Потому что они там настолько все заняты, им некогда. Но, тем не менее, они также потом впоследствии будут нашими помощниками, потому что они пропагандируют ведение здорового образа жизни. А что может быть лучше, когда они также приводят к себе в клуб, наоборот, вот тех детей, которые нигде не заняты. Ну, а что касается... По улицам нет, мы не ходим. Мы ходим в учебных заведениях, как средних, так и высших. Ну, и рассказываем о вреде. А вот скажите, общаетесь ли вы с теми людьми, которые... Детьми, скорее всего, наверное, все-таки, молодым поколением, которые вот попробовали это, но еще есть возможность, наверное, все-таки остановить это? Какая работа вот с ними в этом отношении ведется? Это с детьми? Ну, с детьми, с подростками, с молодежью. Да, да, конечно. И те дети, подростки, которые уже непосредственно имели к этому отношение, мы стараемся их задействовать в каких-то своих вот спортивных мероприятиях, в патриотических мероприятиях, чтобы они посмотрели именно на тех детей, которые за здоровый образ жизни, и чтобы они своим опытом и своим примером вовлекли их все-таки в здоровый образ жизни, и чтобы они больше никогда к этому не возвращались. Ну, и также это работа нарколога, психолога. Ну, получается? Получается. Насколько это успешно? Вот, ну, не знаю, в процентном соотношении? Ну, к сожалению, такой статистики мы не ведем. Но, наверное, каждый случай, он по-своему, да, когда это успех, да, наверное, это дорого, правда? Да, и даже бывали вот такие случаи, что, конечно, тоже очень радует, когда вот приходишь с профилактической беседой в школу, показываешь видеоматериалы какие-то, вот. Вот, и потом, когда уже встречаешься с детьми, ну, бывает каких-то на других мероприятиях, и они говорят о том, что, а вот мы там помогли сотруднику полиции задержать вот наркоторговца. На самом деле так? На самом деле так, да. Бывают такие изобретательные дети, которые, когда вот наркоторговцы предлагают, они обращаются в полицию. А где чаще всего вот такая вот, в такие встречи вот могут происходить, вот когда встречаются наркоторговец с ребенком, где это? На территории возле школы или еще где-то вот? Ну, это, скорее всего, какие-то торговые центры, места массового досуга молодежи. То есть это, ну, все-таки не школа. Просто я, например, вот знаю, что по городу можно пройти, если, да, то можно увидеть объявление. Мы тоже как-то снимали такой материал. Мы не будем сегодня его показывать. Но у нас был такой материал, когда мы, наш корреспондент, он снимал такие объявления, где вот можно позвонить по телефону и купить там курительную смесь или еще что-то такое, да. Какая-то вот борьба с вот этими вот работниками на телефонах ведется? Ну, как правило, эти телефоны, они работают очень недолго. Вот. И, да, телефоны закрашиваем по мере возможности при поддержке администрации муниципальных районов. Ну и также пытаемся их блокировать непосредственно через сотового оператора. То есть вообще их поймать, наверное, непросто, да, даже несмотря на то, что, как бы, они все-таки, наверное, свою работу-то, за свою работу как-то что-то такое имеют. Не просто, но возможно. То есть и эта работа тоже у вас ведется? Конечно. Любовь Сергеевна, вот наверняка человек, который употребляет, да, наркотики, он, как вы уже вначале говорили, что он меняется, да, что он становится другим. А вообще, как, насколько долга жизнь вот такого человека, который вот уже серьезно подсел на это? Ну, как правило, здесь все зависит от того, в каком возрасте начинаешь употреблять наркотики. И тут нет какого-то, такого вот, какой-то цифры, вот именно сколько он проживет. Ну, как правило, это недолго, потому что в наше время сейчас идут синтетические наркотики. И, как правило, это воздействие химии на организм. И состояние организма тоже невозможно предугадать, насколько он крепок, насколько силен. Ну, как правило, это, если человек наркозависимый не обращается за помощью, то это, конечно, только смерть. А если он обращается за помощью, то еще можно вернуть его к жизни. Конечно, это уже не будет прямо здоровый человек, и он всегда уже будет знать о том, что есть у него такая беда, и нужно вот держаться осторожно. Даже если человек, вот, например, как бы понял, да, в какой-то момент решил остановиться, ведь действительно, как вы говорите, он уже не будет совсем здоровым человеком. Возможно, и его дети тоже от этого будут страдать. Ну, это опасность того, что он снова может начать употреблять. Вот, и это вот заключается в этом осторожность, что он знает, что он никогда не сможет употреблять алкогольные напитки, потому что это повлечет к дальнейшему употреблению наркотиков. Вот, кстати, про алкогольные напитки. Люди, которые, ну, мы знаем, что, да, у нас есть такие даже места в городе, где особенно часто собираются по вечерам или перед выходных, да даже в будни, люди, которые употребляют. Ведь это же тоже, да, как бы считаются такие места общего, ну, какого-то отдыха, да, во дворах. Запрещено? Запрещено. Рейды какие-то? Вообще, как-то работа какая-то в этом направлении? Да, конечно, проходят рейды, как правило, в вечернее время, задерживаем, но в основном стараемся не допускать несовершеннолетних, нахождение несовершеннолетних именно вот в таких вот местах. И чтобы, естественно, и тоже старшее поколение не показывало такого примера. А наказание-то какое, серьезное или так? Не очень. Ну, смотря что вы имеете в виду, серьезное и несерьезное. Ну, вот сидят, например, на детской площадке, выпивают. Что им можно предъявить? Как бы, насколько это... Распитие спиртных напитков в общественном месте. В общем-то, это непосредственно. Это штраф, да? Понятно. То есть не заберут в милицию, в полицию. В любом случае заберут. Заберут? Заберут. Вот так. Рейды вы проводите. Я думаю, что наверняка и мы с вами как-нибудь поучаствуем в таких рейдах. Обязательно. А тут вот у нас уже поступает телефонный звонок от тех как раз бдительных, видимо, граждан, которые неравнодушно, по крайней мере, относятся к этому. А почему органы полиции не реагируют на известные точки и притоны наркоманов? Вот я не знаю, насколько этот вопрос, ну, как сказать, задал человек, который действительно в курсе всех событий, но на самом деле реагируют ли? Реагируют. Реагируют. И опять же у нас в программе прозвучат, я думаю, под конец мы тоже повторим номера телефонов. Куда обратиться? Это управление МВД России по Московской области. Давайте сейчас мы их как раз. Давайте повторим. Значит, телефон дежурной части 495-629-78-91. Еще один телефон 495-609-49-52. И телефон доверия 495-692-70-66. Куда можно сообщать о том, что вам известен факт, что в какой-то квартире находится наркопритон? А вот если, например, просто вот, ну, я, например, иду выносить мусор, да, и вижу, что у нас регулярно, например, возле, за мусорными контейнерами лежат там шприцы, да? Да. Раз увидела, второй. Я же понимаю, что это не просто так, а здесь их специально выкинули, да, что здесь, видимо, периодически кто-то сюда приходит именно с этой целью. Ну, это я к примеру говорю. По таким случаям тоже можно обращаться? Как тогда вот их ловить, этих людей? Или как это происходит? Здесь мне трудно сказать, что сделать в этом случае. Но в любом случае не надо быть равнодушным. Не надо быть равнодушным, да, потому что нужно обязательно говорить, и мы реагируем, потому что очень много наркопритонов закрыто. Люди направлены как на лечение, так и лишение свободы. Прям вот действительно наркопритонов? Прям такие вот серьезные? Да, бывает такое, да. Вот какие-то вот у нас, не знаю, можно ли назвать у нас в нашем городе особо, может быть, такие вот, может быть, районы неблагополучные, микрорайоны, да, наверное? Нет, такого нет. К сожалению, наркотики не выбирают по районам. Это вот как получится, когда вот граждане, если они хотят собраться, если у них есть возможность, то они собираются для вот этих вот нехороших действий. Вот мы сегодня с вами разговариваем о том, что в борьбе с наркоманией, да, задействованы очень многие структуры, и полиция, и здравоохранение, и образование, да. Ну, почему же все-таки вот эта проблема, она не искореняется так бы, как хотелось, да, и появляются все новые вот эти вещества? Почему, на ваш взгляд? Ну, на этот вопрос однозначно трудно ответить, потому что кому-то это все-таки, значит, нужно. Потому что хотят, прежде всего, предложить это нашим подросткам, потому что у них еще не сформировано мировоззрение, не сформирован четкий отказ от этого. Вот, потому что и предлагают, прежде всего, подросткам, поэтому и образование, поэтому мы и делаем упор в основном на детей и подростков, которые еще обучаются в школу, чтобы донести им масштаб этой всей проблемы. Наверное, и как бы ваша работа, то есть вот эти вот умы, да, не сидят на месте, они думают какие-то новые методы, новые виды борьбы. Ведь, например, если сравнить там с той работой, которая велась, допустим, лет 20 назад, наверное же она сейчас отличается коренным образом. Я, например, когда училась в школе, у нас эта тема была, ну, так, немножко совсем, то есть не очень ярко выражена. А в 90-е годы, я помню, это уже так обсуждалось и вслух, а сейчас это такая вообще открытая тема, да, ее можно и надо обсуждать. Вот, поэтому я думаю, что, наверное, все-таки и органы полиции вместе со здравоохранением и с образованием, они будут еще нарабатывать какой-то вот, еще нарабатывая какой-то опыт, будут приходить к новым видам. Да, мероприятия в наше время стали более масштабнее, если раньше это, как вы сказали в ваше время, были простые беседы с классным руководителем в школе, либо просто приглашался какой-то медицинский работник, то сейчас у нас более масштабные мероприятия. Это у нас единым фронтом против общей беды. У нас это даже был автопробег Москва-Санкт-Петербург. Это турниры по мини-футболу, где играют сотрудники нашего управления, сотрудники МВД, также резиденты реабилитационных центров, которые вот уже находятся на пути излечения, избавления от этой вот беды. И такими масштабными мероприятиями мы хотим привлечь внимание к этой беде и сказать о том, что не стоит все-таки иметь дело с наркотиками никогда, потому что это беда для нашего всего человечества. Действительно беда для всего человечества. И не надо ни на миг, наверное, останавливаться в этой работе, в этой борьбе. Я думаю, что мы на этой нотке и закончим нашу встречу. Я хочу напомнить, что в нашей студии была Любовь Бутерлина, старший оперуполномоченный 2-го отделения отдела вне ведомственного взаимодействия в сфере профилактики управления за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok